Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. Друзья, еще со времен Гиппократа люди любили вводить в людей различные лекарства. Но шприц в том виде, в котором мы знаем его сегодня, появился лишь в 1853 году. Практически одновременно и независимо друг от друга это устройство, как они называют, для инъекций сконструировали двое. Шотландец Александр Вуд и француз Шарль Габриэль Провас. А вот название этому вот замечательному предмету придумали немцы. Дождик. Немцы называют это шприцем, и мы называем шприцем, потому что по-немецки шприцем означает, сейчас я посмотрю, брызгать, впрыскивать. Что, собственно, я сейчас и делаю. Опять дождик. Погода какая-то странная сегодня. Ну, а пластмассовый шприц придумал фармацевт из Новой Зеландии. И Карлин Мурдок, звали его, с такой фамилией и такую замечательную вещь придумал. Запатентовал, кстати, он его. Так вот, сегодня для нужд медицины и для того, чтобы ведущие баловались, выпускается огромное количество различных шприцов. Вот таких вот. Или шприцев, неважно. Пластмассовых. Как их делают, мы сейчас с вами увидим. А я пока продолжу баловаться. Дождь пошел. Знакомьтесь, это Антон. Сейчас он сидит в очереди в кабинет врача. И, как видите, очень нервничает. Хотите знать, почему молодой человек с такой опаской поглядывает на дверь кабинета? Дело в том, что наш великовозрастный герой страшно боится уколов. Вы зря смеетесь. Почти все взрослые люди боятся уколов. Сейчас программа «Галилео» приоткроет дверь в логово врага. Несмотря на страх перед этим медицинским инструментом, обойтись без него просто невозможно. Каждый день в мире используются миллионы шприцев, которые помогают спасать сотни тысяч жизней. Первый шприц был изобретен в 1853 году. Он был сделан из каучукового цилиндра, внутрь которого помещался поршень из кожи и асбеста. На другом конце укреплялась полая игла. Сто лет спустя начали использовать первые одноразовые шприцы, сделанные из стекла. Чуть позже в оборот вошли одноразовые шприцы из пластика. С тех пор ничего лучше не изобрели. Эта часть шприца называется цилиндр. Она сделана из полипропилена. Шток, то есть поршень, делают из полиэтилена. Интересно, а почему бы не сделать обе части шприца из одного материала? Оказывается, это невозможно. В этом случае поршень с трудом бы двигался внутри цилиндра, нарушая плавность хода. На заводе к пластиковой массе обязательно добавляют вещества, которые делают будущие шприцы устойчивыми к морозу и солнечным лучам. Затем гранулы полимеров плавят при температуре в 300 градусов. Расплавленная пластмасса попадает в пресс-форму, сделанную из инструментальной стали. Именно эта деталь придаёт жидкому пластику форму поршня или цилиндра. Каждые 15 секунд аппарат выдаёт больше 30 готовых деталей. Обратите внимание, сотрудники производства внешне напоминают врачей. Стерильная форма – обязательное правило на этом заводе. Термопласт-автомат трудится непрерывно и за час набирается примерно полтора мешка пластиковых деталей. Они отправляются на склад, где будущие шприцы должны провести целые сутки. За это время полимеры медленно остывают и усаживаются. Постойте, а кто рисует на шприце шкалу с цифрами и линиями? Ведь без неё этот медицинский инструмент практически бессмысленен. Шкалу, по которой определяют количество набранного в шприц лекарства, наносит робот. Он маркирует шприцы с помощью валиков, похожих на типографские, и краски, которая намертво приклеивается к поверхности шприца. Не стирается и не осыпается. Работникам производства остаётся лишь проверять точность нанесённых линий. Здесь нельзя допускать погрешностей, иначе врач может ошибиться с дозировкой лекарства. Итак, мы получили шток-поршень и цилиндр с нанесённой на него шкалой. Чтобы соединить части шприца, детали засыпают в разные контейнеры. Вы не поверите, но сборочный аппарат легко соединяет части медицинского инструмента. Всего одно движение, и шток-поршень легко попадает внутрь цилиндра. При том, что разница размеров поршня и цилиндра всего в несколько микрон. Это обеспечивает герметичность внутри шприца. Всего несколько минут, и инструмент для уколов готов. Кстати, а почему мы так боимся уколов? Конечно же, из-за боли, которую нам доставляет игла. Учёные долго ломали голову над тем, как сделать введение иглы менее болезненным. Для этого придумали особый вид заточки иглы. Процесс изготовления игл для шприца невероятно сложный. Их делают из шестисотметровых стальных пластин. Проходя через множество цилиндров, пластина постепенно сворачивается, превращаясь в трубу. Её края завариваются газовыми горелками. Эти трубы, как и будущие иглы, полые. Подождите, но как трубы такой толщины могут сузиться до размеров иглы? Чтобы уменьшить диаметр полой трубы, её вытягивают. Внутрь трубы помещают стержень нужного диаметра. После этого станок захватывает край трубы и протягивает её через узкое отверстие. Вытягивание повторяется одиннадцать раз. Каждая такая процедура сильно деформирует металл. Чтобы он стал крепче, его помещают в печь, температура в которой доходит до тысячи градусов. Сильный жар восстанавливает повреждённую структуру металла. Через сорок минут трубы остывают и их снова продолжают вытягивать. Из одного метра трубы получается игла длиной в семьдесят пять метров. Чтобы её разрезать, тонкие трубки обрабатывают кислотой, которая растворяет сплав. Затем будущие иглы можно резать. В завершении самая стратегически важная процедура. Иглы должны пройти заточку. Чтобы не шлифовать каждую иглу по отдельности, их насаживают на клейкую ленту. Затем зажим с плотно закреплёнными трубками движется вдоль точильного станка. Чем острее заточена игла, тем меньше боли мы испытаем во время укола. Итак, все составляющие шприца готовы. Их осталось упаковать. Аппарат формирует ячейки в плёнке, вкладывает в них собранный из штока и цилиндра шприц, иглу, а затем запаивает упаковку бумагой. Кстати, это очень необычная бумага. Сейчас вы поймёте почему. Когда шприцы упакованы и рассортированы по коробкам, их стерилизуют. Да-да, весь парадокс в том, что стерилизовать их будут прямо в таком виде. Вот в этой газовой камере. Сюда помещают 500 ящиков со шприцами, а затем вакуумный насос наполняет камеру окисью этилена. Этот газ очень опасен. 100 миллиграммов – смертельная доза для человека. Опасный газ проникает прямо сквозь упаковку. Ведь шприц запечатан плёнкой лишь с одной стороны. С другой – та самая особая газопроницаемая бумага. За 30 минут, пока ящики находятся в камере, газ убивает все микроорганизмы. Перед открытием дверцы газ удаляется и сжигается, а внутри коробок оказываются абсолютно стерильные шприцы. За один день на заводе изготавливают 350 тысяч шприцев. В месяц больше 10 миллионов. Этого достаточно, чтобы запугать всё население России. А как себя чувствует наш больной? До сих пор дрожит от страха? Оказывается, некоторые доктора умеют делать уколы настолько ловко, что больной ничего не успевает почувствовать. Кажется, Антон нашёл своего лечащего врача. Шприц пластмассовый. Он, вообще-то говоря, одноразовый только в случае, если вы пользуетесь им по назначению. Если пользуются шприцом, дорогие дети, не по назначению, он многоразовый. Берёте пластмассовый шприц. Аккуратненько набираете в отсутствие, конечно, родителей дома, туда не воду, а чернила. И, проходя мимо дверей папы или мамы, или просто на обои, делайте вот так. Ю-ху! Ну и всё, и ждёте родителей. И не говорите, что я вам это говорю.